Заключённый Русаков Сладший политрук 712-го сибирского полка Русаков Владимир Алексеевич Пал смертью храбрых 27 июня 1942 года в боях за Воронеж Похоронен в районе деревни Столбищи И далее Штурмбанфюрер, эскадрильи СС, Вестфалия Рейн, Гофенштайн Куртмаре Погиб в авиационной катастрофе в июле 1944 года Место захоронения Лютеранское кладбище Триест Итак, двое из тех, за кого вы себя выдаёте, погибли Один никогда не существовал Хотите что-нибудь добавить? Нет Ну что же вы отмалчиваетесь? Почему не хотите помочь следствию? Может быть в последний раз решается судьба вашего честного имени? Мне нечего добавить к тому, что я уже говорил Гражданка... Простите, не знаю, как вас? Зимина Наталья Федоровна Зимина Член комиссии с широкими полномочиями Понимаю Гражданин, член комиссии Русаков Вы показали в своё время, что были ранены и без памяти попали в плен, так? Так точно А вы слышали когда-нибудь, что наших политработников немцы брали в плен? Если откровенно Комиссаров и политруков расстреливали на месте Значит, попав в плен, вы скрыли, что были политруком? Я бы скрыл Да звёзды на рукавах помешали В сорок втором ещё носили звёзды И вас не расстреляли? Не расстреляли Даже звёзды не спороли Так со звёздами и везли до самого Житомира Вы сами-то верите в то, что вы рассказываете? Сердится на меня, гражданин следователь Правда, жизни маловато Уж я и так, и так Хоть плачу Значит, были основания, голубчик Предъявить вам обвинение, что вы самозванец Были, голубушка Были Страна вступила на славный путь социалистических преобразований На капитанском мостике советского корабля стоял бесстрашный рулевой наш любимый Ильич Он начертал гениальный план построения социализма Буржуазные партии, политики и идеологи Встретили план построения социализма в России Лютой ненавистью и юзидными насмешками Черчилль предсказал Под ней в полнейших упадок Любой формы жизни в России Полный крах социалистических и коммунистических теорий Мы могли бы сейчас спросить господина Черчилля Кто же потерпел крах? Невозможность построения социализма в России Силились доказать и лидеры второго интернационала О радикальном уничтожении капитализма не может быть и речи Капитализм снова воскреснет Он должен воскреснуть Такую судьбу предрекал Сарл Каусской в нашей стране Он прямо заявил, что большевистская партия не сможет осуществить свою программу Уржуазные и цесал-демократические Уже пророки провалились в грех Правда оказалась на стороне большевиков Партия коммунистов оказалась единственной партией Которая знала у навести народа Откуда ты у вас? Конфискаш А какой вкус, а? Отлично Вы знаете, я люблю эстетику Хотя всегда горю на ней и прогораю Да, очень ценные, очень интересные вещи Здравствуйте Давай, поцелуйся Давай Какой-то говорливый Интересно Очень интересно Везде инвентарный номер Ну да, конфискаш Конфискаш Личность, Наталья Федоровна Это я вам без ложной скромности говорю Всегда личность Вот скажите честно Похоже мое гнездышко На допросную молотилку А, вот это оно Знаете, я всегда говорю Красоту Братцы Надо брать на вооружение Так По какой статье его выводили? По статье По статье Ну, в общем, тут целый букет И сокрытие военного прошлого И измена родине Отбывал наказание В лагерях особого режима На доследование Дело направлено В августе 56-го года С тех пор оно Доследовалось дважды Так что вас еще интересует Что меня интересует Меня интересует Меня интересует Почему он так спокоен? Изоблечен Надоело выкручиваться Вы знаете Вот с тех пор Как я занялся этим делом Он слинял И залгался Извертелся Выдохся Между нами девочками Тут ни одному слову Нельзя верить Жаль Вы в его глаза посмотрите Приподлейшие волчьи глаза Все кто заслуживает Давно на свободе Ведь о чем идет речь О справедливости Не о всепрощении Наталья Федоровна О справедливости А мы с вами Тратим время на заведомого подонка А он потешается над нами Смеется нам в лицо Да, да Он Голубчик держится очень нагло Мы с ним старые знакомые Хотите знать Мою версию? Ну, да Полицай и мародер Документы Русакова снял с убитого Реглан Гоффенштайна Добыл грабежом А Партизаномачку Просто выдумал Ну, если так, то Надо сделать все Чтобы вывести его на чистую воду Он уже понес наказание Этого мало Может быть, он наших людей пытал? Ну, не думаю Что? Скорее всего, мелкий прохвост Да не такой уж мелкий Вот у него два побега Два побега А вот и убийство Уже в лагере Да, на пересылке Ну, как они? Этот-это очухался А другой плох Покормить бы надо, дядя И башку пригреть А то Окочурится Сейчас Товарищи, придвиньтесь поближе Такое дело Бои фронтовиков прибыли с последней партии Бежали из плена Пробирались через фронт своим Угодились сюда Избиты, раздеты Могут замерзнуть Счет партийных взносов Кто чем может Возьмите хлеба Кусочек, сухарик, пожалуйста Кусочек сала Возьмите тряпочки на партиянке Стесняюсь спросить Самых партийных Тех, которые из стукачей Или из вохра Не облагаете? Чем смеешься? Ужасно занимательно было Про парт взносы Первая Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Седьмая Восьмая Девятая Последняя Закрывай ворота Это он Тот самый Губан Шапку меня отнял И шарф Всю дорогу били Политиков ненавидит Пошел вон Пошел Пойдет сюда Я порядок наведу Эй ты, папушка Топай-ка сюда Да, ходяга А ты из каких будешь-то? Стесняюсь Стало быть И жентик А ты поговори Ты поговори со мной Поговори Я тоже интеллигент Так сказать Молчит Пожалуйста Стало быть Фраерам Прошу Нечего сказать Простому Русскому Человеку А что это вы там За такую политику вели, а? Папушка Против вождя всех стран и народов Я вор Понимаешь? Я вор И то я его уважаю Ясно? Папушка Организуй-ка мне Эту наслежку Чтобы была шкура И чем, так сказать, накрыться Потому что Пора Как бы Припухать Ты усек Иначе Торопись, торопись Быстро Быстро иди Потому что Вторую стенку сейчас Располоснут, папушка Кончай театр Че ты сказал? Я че-то не слышу Что сказал? Что сказал? А? Давай говори Я не понял Ну Опа! Давайте поиграем Какую-нибудь игру Летчики Летчики, да Летчики Так С каких нару Ты хочешь лететь? Так Из верхних Или, так сказать Из нижних А, папашка С каких нар? Нет, это мне не нравится Давайте Давайте какую-нибудь другую Есть другая? Какая? Пикку в глаз Или в жопу раз Нет, от меня будет жалко Потому что Вторая гляделка У него Давайте другую игру Есть еще одна Какая? Стопинку в жопу Или два глотка из параши Ого, молодец Парашу 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 Вот так Папашка Папаша Снимай-ка Штанишки Будем, так сказать Снакомиться Будем Контравонючая Быстро Роком Станови Послушайте Вы интеллигент Мы с вами еще не успели познакомиться Очень сожалею Он жалеет А ты не жалей Еще успеешь пожалеть Так сказать Ты не жалей Я тоже смешлив Самого голубого детства Меня бывало хлебом не кормить Не отправляйте себя никотином Когда находитесь в помещении Будь любезна Ваш головной убор и шар В который вы позаимствовали У моего братишки Благодарю вас Видите, как быстро мы договорились Так что не надо на него сердиться Приблокнеть Ты битый фраер Меня приблокнеть Если вы еще здесь Кому-нибудь хоть пальцем тронете Меня приблокнеть Мне придется вас очень и очень огорчить На кастет Ну, агенты империалистических держав Запусти в него Спасайте ваши души, павлия Кажется, наш гость чем-то недоволен Оставь мне надо Это было бы невежливо Очень жаль, но знакомство придется упрочить Идите же сюда Идите, идите А вы будьте, любезны Станьте у ворож Чтобы нас нечаянно не отвлекли Послушайте, интеллигент Как вам не стыдно? Явились ночью в семейную хавиру Поднимаете шухер Толкнули папашу Папаша плохо видит У него один глаз Надо извиниться, вы поняли? Я предупреждал Со мной без жестикуляции На пальцах я плохо понимаю Ой, яйца Пику Сзади Все как-то неправдоподобно Мистика, мистика, мистика Вот Мне нужны Да, мне нужны показания свидетелей Привлеченных к опознанию личности Русакова Упрямая вы дама Наталья Юрьевна Да Кому, кто хочет знать Что такое коммунизм Вы с гордостью сможете сказать Читайте программу Нариславь Ну где-то видано Чтобы в наши дни Человек добровольно уклонялся От реабилитации Это же абсурд 55 Ага Вот 56-й год Тут полный отражанс Отражанс Да, они рассказали все, что могли Некоторых уже нет в живых Хочу Сказать о башистке, которую допустили наши ученые С расчетом 50-миллионной бомбы Которую вчера в 11.30 взорвали Оказалось, они рассчитывали 50 миллионов АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так, Борис Шарич, гражданин Югославской Федеративной Социалистической Республики. Умер в шестидесятом. Сердце. Сожалею, что ничем полезен не буду. Партизана по кличке Мачка не знаю. Нет, не знаю. А мне показалось, что вы хотели что-то добавить. Я подумал, то есть, ну, как бы это... Я подумал, может быть, мы имем дело с человеком, носившим несколько кличек. В деле фигурирует только одна. Двойные клички. В Пальне, возможно, бывало. Есть тому примеры. Вот один такой, очень, очень известный у нас. Да, партизан. Лепий и черный. Простите, но при чем тут... Лепый и черный? Как? Лепый и черный? Нет, ну это очень интересно. Интересно? Да. По некоторым данным, той клички носил русский офицер Черногории и Дальмации. Именно в это время. Вот немецкая листовка. Немецкая, да, в это время. На всем побережье итальянцев уже сменили немцы. За голову большевистского бандита по кличке Лепий, в многочисленных дерзких убийствах и диверсиях, немецким военным командованием назначаются крупные награды в лирах, марках или другой валюте по желанию за живого или мертвого. За сокрытие расстрел, ну, если знать, кто где находится и не скажет, расстрел. Это объявление появилось через три дня после убийства генерала Шан Бильони. Шан Бильони, редкий мерзавец, даже по тем временам. Шам... Шан Бильони. Шан Бильони, вы сказали Шан Бильони. Минуточку, 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 минуточку. Шан Бильони. Русаков! Русаков! Вы показали в свое время, что убийство генерала Шан Бильони в Дубровнике – дело ваших рук. Шан Бильони. Ну что? Вам ясно? Может, он разуверился в пользоваться сердечных признаний? Может быть? Ну, знаете, для меня это слишком сложно. Товарищ Шарич! Товарищ Шарич! Расскажите подробности покушения на генерала Шан Бильони. Подробности. Это разыгралось у меня на глазах. Чудо отваги. Мы не любим, когда в войну хотят изобразить как оперетку и правильно. Война грубо, грязно. Все так, но жизнь иногда знаете ли, в насмешку, что ли. Жизнь иногда выкидывает нам такой балет. А началось все раньше летом сорок третьего. Слежку залепим. Мы начались за месяц до покушения. Мы пытались связать его с партизанским подполем. Это была охота на лис. Мы подбрасывали ему записки, знаки. Никак не уловим. И для врагов, и для друзей. А когда я наконец выследил его у Мальюльки, мне не поверили. Я сам себе не поверил. А вторая встреча надо подробнее. В тот день мне повезло. Я подстерег его у доминиканского подворья. Впервые он появился в городе днем. Тут уж я решил заговорить вот что бы то ни стало. Вот так стоит он, прикрываясь книгой. Я уже хочу к нему подойти, подойти и заговорить, но меня опережает девчонка. Они целуются, привлекая общее внимание и уходят. Уходят в сторону княжьего двора. А я все еще надеюсь обменяться с ним хоть дюжинный фраз. В доме напротив патефонно игрывает марши. А эти двое сборачивают в сторону виллы Марнина. Установляться здесь запрещается. У входа патруль. Молодые люди делают вид, что никак не могут распроститься. Патрульные отпускают по их адресу шутки. А патефон вдруг перескакивает наш лагерь, который гулял тогда по ночным барам. Очевидно, песня услугний знак. Появляется машина. Приходит адъютант. За ним шампильоний. Сразу за этим влюбленные наконец расстаются. Но какой расчет? Каждый шаг, каждый жест по секундам. Девчонка идет прямо на шампильоний. Тот улыбаясь пятиться, давая дорогу синьорите легкое замешательство. Шампильоний падает на колени с кинжалом, саженый в горло по самую рукоятку. Кинжалом горло, кинжалом горло, кинжалом горло. А уголовник Губан был убит тем же способом. Не знаю, не знаю. Слишком много выразительности. Вообще должен сказать, никто так не врёт, как очевидцы. Жалом горло, жалом горло. Русаков, Русаков, расскажите подробности покушения на генерала Шампильоне. Подробностей не было. Мне никогда не везло на подробности. Вспомните хоть что-нибудь. Ну, хоть типа оружие, что ли. ну, 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 Русаков. Дефект памяти. Ведь медицинская экспертиза не отрицает после ранения в голову возможности психической травмы. Ну, знаете ли, если все несообразности списывать на провалы памяти, тогда никакое следствие вообще невозможно? Товарищ Шарич, вы могли бы сейчас узнать партизана по кличке Лепый? Нет. Это не он. Тот или другой. Лепый значит красивый. нет. Это не он. он. Тот или другой. Дайте слово не обижаться, Наталья Федоровна, на то, что я вам сейчас скажу. Да, я бы. Если откровенно, женщина-следователь это все-таки аномалия. Нет, я не принижаю женского величия, напротив. Но есть профессии сугубо мужские. Взять хотя бы наше ремесло. Ведь ворочаешь, ворочаешь сбоку на бок эти человеческие глыбы, до того грубые. Стыдно сказать грязные, что все сердце об них обдерешь. Мужское сердце. А вы, вы слишком женщина. Вы строго между нами, прежде всего, женщина. Я как-то этого и не скрываю. Вам это трудно было бы скрыть. Я охотно допускаю, что вы могли быть прекрасным комсомольским заводил. О, я и пенервожатой была. Старобарабающих, старобарабающих, старобарабающих. Это слово вдруг просто. О, стоит, рушит, кроит, ревет, тихит, кипит, и пенится. Гудит, говорит, молчит, ревет. Ох, обожаю Маяковского. Маяковского обожаю. В сущности, все мы изменяем своему призванию. Вы знаете, я вот, например, в юности мечтал быть певцом. Кем? Да, певцом. Да, певцом. Ох, как интересно. Да, разрядка. Да, в нашем деле, если не потрепаться, да не подурачиться, хоть и изредка. Честное слово говоришь. Я живу близ Охотского моря, где кончается Дальний Восток. Я живу без нужды и без горя, строю в новой стране городок. Вот окончится срок приговора, в голубую мечту окунусь. И на поезде в мягком вагоне я к тебе, дорогая, вернусь. Браво, браво, браво. Спасибо. Ну, так что там у нас? Ой, ну хорошо. Пускай он не был лепый. Но ведь, может, все-таки Русаков он? А? Я все время... Ой. Дался вам этот уголовный мужик? Да вот как-то... О, господи. Вы что тут, чугунного... Не трогайте мою сумку. Русаков, хотим вернуться к вашим фронтовым воспоминаниям. А я думал, мы затрепали этот сюжет, гражданин-следователь. Это моя инициатива, голубыш, моя. Забыл. Гражданин член комиссии, который уважает правду, которая есть, но трижды которая будет. Знаете, я рада, что у вас живо чувство юмора. Жизнь радует. Гражданин, член комиссии. Конечно, кто сам не сидел, не поверит. Это вроде солдатской похлебы. Кто сам не пробовал, тот. И вкус этого не сообразит. Между прочим, Русаков, гражданка, которой вы толкуете про вкус солдатской похлебы, бывшая летчица. Из полка пикирующих бомбардировщиков имени Росковой. Слыхали о таком? Ну как же, рассказывали. Потешное войско. Товарищ леченат, почему не приветствует? Летя старших позвонил. А мы не знакомых мужчин не приветствуем. Донькин полк. Собьют какую-нибудь мучу или душу. На два дня война кончается. Рев в расположении, хоть святых выноси. Ну что за дрянь вы несете? Точно дрянь. Не могло такого быть. Могло? Конечно, могло. Это были самые обыкновенные, самые натуральные женщины. Они и плакали. И влюблялись. И забывали козырять. Подрались. И погибали по-мужски. Разве ты не самый удивительный, голубчик? Простите, я блажал. Бить меня. Пошляка. Некому. В каких боях вам доводилось участвовать? В конце июня 42-го принимал участие в битве, которая развернулась между речей Дона Воронежа. В результате героических действий советских войск на этом участке раскаляли стволы бронебойных, ружей. Танки бросались на танки и броня сшивалась с броней. Уж больного казена, Русаков. Канун, между речи. Танки на танк. Вы же определяете себя за бронебойщика. Значит, это противотанковые ружья, щели, связки гранат. Так ведь, ну, неужели вы не могли ничего запомнить? Ну, ладно, ну, деталь выскользнули. Но хоть что-то вы помните? А? Ну, например, перегруппировка наших частей на Воронежском плацдарме как раз в эти дни. Я извиняюсь. Ну, не знал, что это называется перегруппировкой. Но бежали резво. Это кто же бежал? Часом и остатки девятой армии. Телый день бежали мимо нас. Красиво бежали. Можно сказать обидоносно. Бежали, гражданин следователь. Звание младший политрук. Звезды на рукавах. Комсомолец мог от силы быть замполитом, а вы беспартийный и исполняете обязанности политрука роты ПТР. Эх, Русаков, Русаков. Вы бы хоть с фронтовиками посоветовали, с чего могло быть, а чего не могло быть вовсе. Пусть если я в этом не могу разобраться... Так я тоже не разобрался, гражданин следователь. А потом вижу, заманивают. Расчет верный. Не выдержит немец такой гонки, выдохнется и помрет естественной смертью. А ведь как взялись? Немец и танки, так и мотоциклы, и танки. Ну ничего не может со своей техникой сделать. Отстал. Весело бежали. Драки у машин, перестрелочки на переправах. Я думал, они сомнут нас раньше, чем мы увидим немцев. Вот лично я отходил с боевыми порядками девятой армии. Я очевидец, вы понимаете? Вам не повезло. Крупно не повезло. Заврался, гражданин следователь. Михаил Растович, одну минуточку. Давайте послушаем. Мне кажется, что у заключенного какая-то своя версия. Мне это интересно, понимаете, чисто по-человечески. Мой отец участник воздушных боев между речью. Воздушных боев не помню. Воздух был немецким. От Воронежа до Усмани все валялось в развале. район разбомбления паралича и чужих корыльев. Вот как? Если все так плохо было к началу битвы, тогда, голубчик, кто же остановил врага? Врага остановили сибирские полки, стоявшие в резерве Юго-Западного фронта. А если по-честному? По-честному. Не знаю. А если по-нашему, по-дурацкому, то когда немецкие мото-механизированные дивизии, висевшие на хвосте 9-й армии, выскочили на Воронежский плацдарм, они напоролись на сибирские полки, которые легли там под эти танки, кровью смывая и чей-то позор, и чей-то ошибки. и чей-то ошибки. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Вольно. Есть. Какая прекрасная погода сегодня. А это вам? Золотые рыбки. Я говорю, каков наш сибиряк? А? Чешет. Как по-описанному. Ну, сказать прямо, что эту часть своих воспоминаний он подработал основательно. Это точно. Газета. Изъясняется заученными фразами. Вы почувствовали, а? Это же неживая речь. Вам не кажется? А вам не кажется, что я нашему подопечному внушаю особую антипатию? Да, жен-ненавистник. А что? Не исключено, что с женщинами у него связаны самые тягостные воспоминания. Его теперь мутит от одного вида женской физиономии. Не могу, к сожалению, того сказать о себе. Всю жизнь горю на женщинах. К сожалению, это не сделало меня благоразумнее. Мужчины так любят хвастаться своей моральной неустойчивостью. А женщин своей проницательностью. Вы знаете, что мне сейчас пришло в голову, мы заходим на него не с того конца. То есть? Прекрасный запах, да? Я говорю про Русакова. Может быть, следовало начать не с установления личности, а с анализа его поведения. Вот такой, ну такой детский вопрос. Почему он темнит? Почему он темнит? Ну давайте так совсем наивно предположим, что он злю. кто? Злюка. Он злюка и делает все это нам назло. как вы сказали? Не буду повторять. Ну, не знаю. Наталья Федоровна, вы прелесть, могу вам сказать. он злюк и делает нам назло. Да, он злюка и делает все нам назло. Прекроложим. Ну и что? Да нет, ничего. Да, Наталья Федоровна, да, ну ладно. что ж, давайте. Попробуем зайти с другого конца. Пожалуйста. Ну что, Русаков, поедем еще разок по фронтовой колее. И так, июнь 42-го. Воронеж в огне. Все бегут, только сибиряки дерутся. Сами по себе воюют без взаимосвязи, без общего руководства, без приказов командования. Почему? Приказы были. И герои тоже? И герои были. Одного такого не забуду до гроба. Храбро дрался? Красиво излагал. А что излагал? Обстановку, гражданин член комиссии. Когда теряющие ориентацию командира частей запросили указания, им было сказано, что небольшой просочившийся в наш тыл танковый десант противника надо окружить и уничтожить. Разве это не герой? Ну, я между нами, говоря, не помню подобную эссессу, хотя, так сказать, непосредственно вращался в кругу тех замок штабников. Подождите, подождите. А дальше? Что дальше? А дальше то же самое. Когда артиллеристы расстреляли последний снаряд, а бронебойщики легли в круговую оборону. Он все еще требовал безусловного выполнения приказа и пресечения панических слухов. А кто же был этот штабной герой? Имя, звание. Не запомнили? Ведь дело не в личностях, не так ли? Правильно указали, гражданин следователь. Спасибо. Постараюсь учесть ваше замечание. Очень жаль, что не вы командовали тогда фронтом. Вы бы, конечно, не допустили. Ну, ладно. Вернемся лучше к той роли, которую вы лично играли в этих событиях. Если верить документам, в одном из боев под столбищем младший политрук Русаков увлек своих бойцов в атаку на немецкий дзот. Чему это вы улыбаете, заключенный? Что тут смешного? Простите, гражданин следователь, я только подумал, откуда было взяться немецкому дзоту атакующих с марша танковых дивизий? Не прикидывайте с простачком, это мог быть наш дзот, переходивший из рук в руки. Все понял. Хватаю на лету. Младший политрук Русаков подполз к немецкому дзоту, заткнул своим телом пулеметную амбразуру и обеспечив тем самым захват дзота погиб смертью героя. Что вы об этом думаете? Я-то, я думаю, что вот лично со мной такого случиться не могло бы ни при какой погоде. Каждому, кто воевал, известно, каково атаковать дзотой в лоб. Плотность огня мышонок голову не просунет. Если уж кому-то посчастливилось подобраться к дзоту, действуй как солдат, а не как припадочный. Можно забросать гранатами амбразуру, ходы сообщений до малышащих. Затыкать с собой пулемет самое бессмысленное дело. Вы? Вы облевываете подвиг. Подвиг, неоднократно повторенный в летописях отечественной войны. Русаков, вы... Про летописи? Извините, не знаю, но я не стал бы. Вот до чего мы договорились, Наталья Федоровна. Владимир Алексеевич решить на непонятно высокие порывы человеческого духа. Совершенно справедливо, гражданин следователь. Порывы. Только война не опера. Заткнуть можно пробкой бутылку. А ствол крупнокалиберного пулемета маневрения натягивается мгновенно. Есть запасные амбразуры. Наконец, перерубленная пулеметная очередь у тела рухнет. Огонь не прекратится ни на секунду. Какой же смысл? Значит, очевидцы солгали. Не так ли? Представляю, как награде ты еще посмертно могли прибавить от чистого сердца выдумка внушительной правды. Ну, знаете ли... Я так и думал, гражданин член комиссии, что не сумею вам угодить. Поскольку правда это самое. Нужна нам с вами как борсуку зубная боль. Как вы разговариваете, Русаков? Простите. Гражданин следователь взорвался, обнаглел. Спасибо, что одернули. Какая же часть правды может послужить на пользу вашему делу, Русаков? Правда, гражданин член комиссии не кроваль. Ее ломтями не нарежешь. Ее приходит зажрать целиком. Ну что, получили удовольствие? Вот вам типичный вариант событий, увиденные глазами труса и дезертира. Небо в овчинку, все бегут, начальство продало. Героев нет, потому что каждый заботится о своей шкуре. Поверьте мне, старому зубру Наталье Федоровне, он такой же Русаков, как и Лепой. Нужен свидетель. Свидетель нужен. Нужен бронебойщик, однополчанин. Не верю я. Не может быть, чтобы в живых не осталось, чтобы в живых не осталось хоть одного голубчика. Не может быть. Давайте проверим еще раз. А, проверим. Проверим. А пока давайте сюда Шмакина. Наталья Федоровна, смените тон. Поймите, здесь же не кружок юных следопытов. Вы уж меня простите, голубчик. Я буду, как умею. Спасибо. Пожалуйста. Шмакин. 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 Помните, вы говорили, что Русаков угрожал вам расправой. Вообразилось ему, будто я тогда всю ихнюю шайку заложил. Шайку? Какую шайку? Ту самую. Организацию ихнюю, подпольного порткома. А я вот, как перед Богом. Моё дело фельдшерское. Да разве такому докажешь? Для него гражданин член комиссии. Убить человека всё равно, что для меня муху смахнуть. Зверюга. Потому его знакомец с детства отверг. Знакомец с детства? Какой знакомец? Ну-ну-ну-ну. Ну? Ну? С мальчишкой узнавший, старик этот кривой, из пересылки, который у свойских тонн заглавный был, так он ему первый. Первый. Володя. Говорит. Раз, два, три, четыре, пять, вторая, шесть, семь, восемь, девять, десять, третья, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, четвёртая, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двойная. Двадцать, один. Разбивай, сам собьёшь. Все назад! Наехал тут, шкуры барабанные. Считай их, козлов, водючих. Первая. Раз, два, три, четыре, пять. Вторая. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Третья. Одиннадцать, двенадцать, двадцать, шесть, шестнадцать. Двоею. Замолчите, скорость тебе говорят! Замолчите! Замолчите, сетяни в прошлом, яки! Яки, 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 Иди, по-заверху, лошадь! Восемь! Ура! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Ну ты даешь, ну даешь Субтитры создавал DimaTorzok Ну как хочешь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мопровские взносы? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вне любая гестапо, мать родная Вот стало быть Какой ты стал, Володя Зато вы все такой же Гражданин Мазур Михаил Растович Да? Я хочу взглянуть на дело Мазура Позволю себе напомнить Что наши полномочия не безграничны Нам поручено разобраться В недоследованных делах Пропавших без вести герои войны И прекрасно Полковник Стеблин специально предупреждал чужого не цапать Сам полковник Стеблин, да что вы Сам или не сам, только вы со Стеблином не шутите Это я вам очень любя не советую, то есть не приведи Господь А вы меня пугаете? Нет, вполне доверительно, не рекомендую Поперек этих когтей становиться не рекомендую Ну что ж, придется пренебречь Ну вот, теперь вы меня пугаете Нет, тут я буду стоять насмерть Есть тема, не подлежащая нашему обсуждению Михаил Растович, а по-моему сейчас уже не может быть таких тем О, Господи, вы понимаете, какую ответственность вы на себя берете? Ответственность ведь не только перед теми, кто Но и между нами, говоря, перед историей Ну и что? Подумаешь, возьму на себя историю Ах, история! Есть вопросы, которые не решаем мы с вами, верно? А мы превысим полномочия Я говорю о чисто юридических казусах Не казусах, а преступлениях Преступлениях, ну почему вы так стесняетесь произнести это слово? Я говорю о превышении полномочий Законодатель строго определил Особенно, когда речь идет о... Вы знаете, вы меня удивляете Вы меня просто изумляете Я вам завидую То есть я... Конечно, я вам не завидую Я, если хотите знать, вот на таких Именно казусах Собаку съел Кто мы такие, наконец? У вас мания величия Вот сюда, на этот краешек Там посмертная реабилитация Вот мы и полюбуемся Нет, вы знаете Это уже слишком Нельзя вести расследование на сплошных натяжках Я протестую Да Это дело принципа, наконец Слишком много было спекуляций в свое время Не знаю Может быть, для вас это вопрос самолюбия Тогда извините Да бог с ним самолюбием Просто я не хочу По милости каприза Наживать себе смертельного врага Вы, солнышко мое Благополучно испаритесь Конечно, конечно, вы правы А мне со стебленом Нет, вы правы, вы правы Конечно, вы правы Ради каприза не стоит Нет Не стоит Мне вдруг показалось Ну, конечно, это вздор Мне показалось Понимаете Я чувствую, что Чья-то Рука сознательно запутала это дело Какая-то странная мысль Какие у вас основания Не знаю Пока никаких Русаков 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 Вы были знакомы Со Степаном Антоновичем Мазуром А? Нет Вспомните Ну, может быть, раньше Или в заключении Вспомните Ну? Не встречался Ах Ну? Что я вам говорил? Вы говорили Что этому человеку Нельзя верить Но если даже Они и были знакомы И знали друг друга Что из этого следует А то Что этот факт Был тщательно обойден В материалах следствия Или изъят из них Наталья Федоровна Я вижу Что нам Пора объясниться Да Я сразу почувствую Ваше предубеждение Тут нужна Полная ясность Да Я имел Некоторое отношение К делу Мазуру И тогда В конце тридцатых И позднее Но Моя роль Была Естественно Очень скромная Я был рядовым следователем И занимался Исключительно Уголовными делами Но если вас Что-нибудь интересует Я Извольте Допросить меня Да что вы Нет-нет-нет Выкладывайте все ваши вопросы Я просто не хочу Чтобы Между нами Легла Какая-нибудь тень Я человек щепетильный Я настаиваю Наконец Мне даже неудобно Ну Ну интересно Вы расскажите Эту историю С покушением На Мазуру Она ведь Разыгралась При вас Нет То есть Я был в городе Но занимался Ею Некто Кузьмичев Это Мрачная фигура В тот день Я как раз вернулся Из Москвы Ты когда приехал? Да сегодня Утром Что в Москве? В Москве? Есть Есть Кое-что Секретаря обкома Так В связи с 50-летием Орденом трудового красного Ну Завтра будет газета К Тросову я позвонил Официальное чество не устроим в театре Да ну зачем? Не возражай Так надо Так надо Да что ты Ну Рад поздравить тебя первым Для этого и примчался Ну спасибо Кстати Степан Антонович Чтобы не забыть У тебя должны быть мои письма Точнее два письма Я писал тебе Прошлым летом Почему ты вспомнил? Смешно сказать Маня Не люблю когда мои письма Ты их Ты хочешь Да ты не волнуйся А кто тебе сказал Что я волнуюсь? Да Впрочем Если на чистоту Я же люблю тебя Степан Антонович Я Нервы Нервы сдают Ба Кого я вижу? Иван Иванович Вы откуда же здесь? Гуляю А А я вас давечу Театра приметил Вроде Поджидали кого-то Приметливый вы Иди-ка к нам Иван Иванович Выпей с нами Мы тут с Партактеу Сбежали Пьянствуем по маянку А Спасибо Садись Значит С юбилейным сроком тебя Ну что ж Желаю тебе Антонович Здоровья Счастья И скорейшего снятия С руководящего поста Покуда ты еще целый Тебе и гоп со смыком Иван Иванович А куда же это вы С вещичками Не в баньку ли В тюрьму иду садиться В тюрягу Да вы никак захмелели, Иван Иванович Не пьющий я От самого рождения Погоди, погоди Ты почему ж так невесело шутишь, Иванович Стряслось такое Что привязались ко мне двое Из этих Из каких это из этих? А из каких-то это у товарища Смоловского спроси Каждый день Выкликают меня на беседу Дескать так и так Мол, товарищ Смолов Как есть вы старый большевик Участник двух революций Опять же местный старожил Помогите нам Характеристики написать На некоторых ваших знакомых соседей По второму дому специалистов Э, нет, говорю На такое дело я малограмотный Найдите кого другого Почекистее Так они говорят Теперь свою биографию нам предоставьте В письменном виде Ну, написал я Отнес А через два дня опять выкликают Недостаточно, говорят, подробно Ну что ж Написал я еще разок И еще Раз пять Ну, а сегодня решил, хватит Иду сдаваться Все равно они отвяжутся Так чего зря себя томить Хоть отосплюсь там В тюряге-то Ну, и к примеру, за что же тебя В тюрягу? Найдут Определят Агентом девяти держав Не ототрешься Дрянь, говоришь, Иваныч Никого у нас зря Определять не станут А натуральных врагов И без тебя хватает И что ребятам не помог С характеристиками Тоже не одобряю Все мы нынче до единого чекисты А члены партии А члены партии тем более Ведь им гордиться нужно А не брезговать Вон, а ты как рассудил Ну, за сим прошу прощения Стой Не шевелись Ты что это тут театр разыгрываешь? Ты что не мог прийти ко мне? Не мог позвонить? Какие звонки? Ты же кругом заблокирован, Антонович К тебе же не пробиться Ни справа, ни слева Ты вон даже и здесь При товарища Осмоловском Возмутительно, возмутительно Так издеваться над стариком Болваном Идите, Иван Иванович, идите И ни о чем не беспокойтесь Знаем мы тебя, Иваныч Аж с семнадцатого года И все твои державы знаем Осмоловский проследит А Кузьмичеву я сам завтра позвоню Гляди, не поздно ли будет завтра-то? Что так? Разговоры ходят у городских Покушение на тебя готовится Ну и шутник-то, Иван Иванович Ну, однако Я так полагаю В случае чего Товарищ Осмоловский тебя сбережет Ну, а пока Бывайте здоровы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok